В эфире телеканал ННТ Новости Дагестан. В студии Лариана Шамхалаева. Здравствуйте. И в начале коротко о главном. По следам перестрелки правоохранители провели 10 обысков в домах участников инцидента в селе Леваши. Подробности в начале выпуска. Еще одно громкое задержание известного чиновника. Сотрудники Центрального аппарата ФСБ заинтересовались главой Кизилюрта. Гордость Муцалаула. Садовод из Хасавюртовского района вырастил гигантскую тыкву. 400 участников и ценные призы. В Махачкале прошел турнир по грепплингу, организованный отделом просвещения Муфтията Республики. 10 обысков провели следователи в домах участников перестрелки в селе Леваши Левашинского района. Найдены незаконно хранящиеся оружия и боеприпасы. Помним, что 26 сентября в данном селе между двумя местными жителями произошел конфликт. Мужчины не смогли разрешить ситуацию самостоятельно и втянули в нее родственников. В итоге на следующий день на пустырь пришли выяснять отношения более 25 человек с обеих сторон. Словесная перепалка переросла в драку со стрельбой. Два человека скончались и один из них начальник тыла Левашинского отдела полиции. Были ранены еще трое. Сотрудники полиции задержали и доставили в отдел всех подозреваемых. Уголовное дело было возбуждено по статьям убийства и незаконное приобретение хранения оружия и боеприпасов. А сотрудники центрального аппарата ФСБ России задержали мэра Кизелюрта Магомеда Магомедова. Об этом сообщают сразу несколько федеральных и региональных источников. По предварительной информации, силовиков интересует его деятельность на посту министра спорта Дагестана. Напомним, что спортивное ведомство Республики Магомедов возглавлял с 2012 года. В апреле 2021 года единогласным решением собрания депутатов Кизелюрта он был избран главой города. Школы Дагестана наконец-то пополнят свои библиотеки. Будут получены около 153 тысяч учебников. Об этом сообщает региональный Минобор. Накануне прошла приемка школьных книг, переданных из обмена резервного библиотечного фонда Департамента образования и науки Москвы. Напомним, что в прошлом месяце Сергей Меликов обсудил с заместителем мэра Москвы по вопросам социального развития проблему нехватки учебников. Глава Дагестана сообщил, что в ходе встречи была достигнута договоренность о передаче партии школьных пособий республики. В Дагестане капитально ремонтируют 7 километров дороги Дылым-Инчхами-Атли в рамках реализации государственной программы Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Как сообщает пресс-служба ведомства, реконструкция включает в себя устройства дорожного и земляного полотна, искусственных сооружений, установку новых знаков, ограждений и многое другое. Данное направление обеспечивает связь между населенными пунктами и столицей региона. Также оно имеет ключевое значение для их экономического и туристического развития. Завершение работ запланировано на конец октября текущего года. Праздничные мероприятия в день воссоединения с Россией, который отмечается 30 сентября, организовали в Луганске и Мариуполе. Гости из Дагестана организовали развлекательную программу для местных жителей. Возглавлял делегацию помощник главы республики Магомед Гаджимагомедов. Также ЛНР и ДНР посетили представители Муфтията Республики Дагестан и фонда Инсан, которые и организовали гуманитарную помощь. Пусть этот день станет для всех нас символом крепкой дружбы и непоколебимой веры в мирное и процветающее будущее Донбасса. Пусть дата 30 сентября будет весомой моральной поддержкой для всех людей на всей планете, которые желают жить в мире и согласии друг с другом. Мы очень рады, что сегодняшнее празднество совпали с продолжающимся праздником присоединения Луганской народной республики, точнее возвращения Луганской народной республики в Лоно Российской Федерации. И я хочу всех поздравить с этими замечательными праздниками. И с днем рождения пророка Мухаммада, мир и благословения Аллахова. И с праздником присоединения Луганской народной республики к Российской Федерации. Это имя значит хворимый за свои качества, хворимый всеми за свою доброту. Благодарны братьям Дагестана по проведению такого мероприятия. Очень важно в наших местах проведение таких мероприятий. И к другим темам сказочно большая. Огромная тыква выросла в селении Муцалаул Хасавертовского района. По самым скромным отметкам тыква весит почти 250 килограмм. На данный момент является самой большой в республике. Тамара Самедова не поверила, пока не увидела собственными глазами. Вот она, настоящая гордость этой местности. Тыква весом почти в 250 килограмм растет среди зелени и плодородных участков в селении Муцалаул Хасавертовского района. Садовод Шаговидин Салтамбеков признается, что сначала ставил перед собой цель вырастить 100 килограммовую тыкву. Но его усилия превзошли все ожидания. Овощ, который он назвал гордость Муцалаула, весит в полтора раза больше. Я вообще рассчитывал вырастить в этом году больше прошлогоднего. В прошлом году у меня было 53 килограмма, а в этом году я хотел больше. Ну, в душе думал до 100, круглая цифра. А когда пошло, я увидел, что в день он растет, прибавляет по 6 килограммов. Я каждый день замерял, рассчитывал. И мне уже хотел все больше и больше. Уже до 100, потом до 150, потом хотел 200. Ну, до 200 у меня по расчетам никак не доходило. Ну, пока до взвешивания. Ну, а когда взвешивание, оказалось 248. Ну, это был, неожиданно было, вот это конечный результат. А так я рассчитывал, конечно, вырастить. Ну, изначально было 100. Сейчас, если в следующем году буду, надо тоже опять ставить себе цель. Ну, хочу 300 в следующем году. А вот чтобы вырастить это чудо, овощеводу любителю потребовалось почти 5 месяцев. Числа 15 апреля посадил тыкву. У меня таких условий нет в котельной. Днем я выносил эту, как она взошла, выносил на подсолнце. По ночам в котлу поближе, чтобы не замерзла. И вот так через две недели она выросла в 4 листа уже было. И я ее пересадил вон там, в открытый грунт. И она потихоньку у меня росла. Пересадил, наверное, в начале мая, наверное, уже. Точно я числа не записывал. Гордость Моцеллоула – это символ усердия и долгой, кропотливой работы садовода. Удивительно, но для этого выращивания салтамбеков использовал только органические удобрения, отказавшись от минеральных. Настой из трав, в основном крапива, и еще этот куриный помет настои. Вот им их разбавляешь. Там куриный помет можно 1 к 20 даже разбавлять. Он сильный. Ну, остальное 1 к 10. И поливаешь. Ну, не каждый раз поливаешь тоже. Каждые три дня поливаешь. Перебор тоже не должен. Да, этот тоже нельзя перекормить. На огороде салтамбекова растут также и другие культуры, включая яблоки, айву, болгарский перец и перец чили. Хотя в сборе урожая ему помогают все, в посадке тыквы-гиганта никто не участвовал. У меня просто нет времени участвовать. Так, просто моральная поддержка. Я у него спрашивал, ну, как там со временем звоню, время от времени на самом деле. Он говорит, вот у меня специальные размеры, специальная формула. И определяет время от времени, насколько она тыква прибавила. Весь. Ну, по размерам. Это раз. А во-вторых, мог ли каждый это вырастить? Ну, пока в селе у нас и в районе, по-моему, он первый, да? Наверное. Секрет успеха, по словам Шаговедина, заключается в ежедневном уходе. И сейчас, когда тыква достигла таких размеров, все знакомые и родственники приходят, чтобы вживую увидеть чудо природы. С Калдахкенской аварийной приехали посмотреть. И как вам? Тыква очень большая. Ожидали, что такое? Вот первый раз вижу вот такую тыкву. Ожидали, что таких размеров будет? Нет, честно сказать, нет. Как я увидел, потом уже в интернете я посмотрел. Оказывается, есть такие тыквы. Там больше 500 килограмм, по-моему, где-то я видел. Тонна с лишним. Да? Тонна с лишним, да? Тонна с лишним, да? Ну, надо уже мировой рекорд поставить. Мы думали, что он вырастет такой, но не такую большую, если честно сказать. А так очень удивительно. Красиво все. Садовод признается, что многие знакомые интересуются, какие у него планы на эту тыкву. Сам Шаговидин делится, что собирается просто разрезать и раздать соседям на чуду. Обещал угостить и нашу съемочную группу. Тамара Самедова, Шамиль Хирайсулаев, Новости НТХ, Хасавюртовский район. Теперь о спорте. В Махачкале прошел республиканский турнир по грэплингу. Соревнования посвятили месяцу Раби-Уль-Аваль, в котором родился пророк Мухаммад, мир ему. Побороться за награды и ценные призы вызвались около 400 человек. Организатором выступил отдел просвещения Примуфтияти Дагестана. Подробнее Курбан Рагимов. Техника, гибкость и сила. Свои навыки на республиканском турнире по грэплингу показывают участники самого разного возраста. Дети, юноши и взрослые. Соревнования в спорткомплексе «Спартак» открыты для всех. Цель организаторов – объединить молодежи и дать новую площадку для развития и продвижения в этом виде спорта. Это отличная возможность именно в турнире такого масштаба, чтобы проявить себя и сделать первый шаг в большой спорт. С минимальным взносом, с хорошими призами, чтобы наши дети могли принять участие и проявить полное, ответственно пробороть себя и показать себя. Для того, чтобы добить какие-то цели, все святства хороши, говорят. Мы думали, что пророк Аллах Саратов Санкт-Петербург будет рад и доволен тем, что мы объединяем уму пророка Аллах Саратов Санкт-Петербург. Делаем все возможное для этого. И в действительности задача, я думаю, в целом муфтията и отдела просвещения – это объединить мусульман, новые знакомства, укрепить братство. И просто то, что радует, я даже, можно сказать, не ожидал вот такой явки. Сегодня выходной день. Студенты, не студенты. Вот и явка этих ребят. Сегодня, вчера, примерно 400 человек участников. Каждая схватка – как отдельный сюжет для фильма. Здесь и захватывающая борьба с переменным успехом, и неожиданные концовки, яркие болевые и удушающие приемы. Грэпплинг совмещает в себе технику разных борцовских дисциплин, поэтому проверить свои силы на татами часто выходят даже представители ММА. Долгое время я с вами выступал по грэпплингу. Думал, себя тоже проверю. Сейчас будем проверять себя. Еще не выступил? Нет, одну схватку сделал, сейчас будет свершая. Просто первый раз. Нормально, выиграл. Все четко. Организатору баркал, предоставленную возможность. Понял, что он побольше такие турниры проводил, все больше и больше. И побольше участников было. Честно говоря, где-то 2-3 дня назад узнал про этот турнир. Я раньше вообще чувствую, чтобы опыт набрать, раньше я вообще часто выступал. Почти каждую неделю я выступал по грэпплингу. Потом уже подумал, а набрал, нормально, уже хватает для боев. И уже все. Как бы уже года три я точно не выступал по грэпплингу на Сарманях. Ну, когда через 2 дня назад, когда я это увидел, думаю, да ну уже простой какой-то большой. Думаю, выступлю, что делать здесь. Тем более, такой турнир, честь, такого турнира мне, честь, как сказать. Я точно знаю, но барракад будет от этого турнира. Хотя бы чисто для этого я выступил. Соревнования проходили 2 дня. Всего разыгрывали 30 комплектов наград. Среди призов медали и грамоты, а также спортивное питание и книги. Был напряженный финал. Первые две забрал как-то легко. Первую по баллам, вторую Зикель сделал, забрал, альхамдуллях. Третью проиграл, к сожалению. Но ничего, я не расстраиваюсь. И шла в будущем чемпионом мира тоже стану. А это ничего, главное, что все без травм закончили, без драк, без всего. Альхамдуллях, все хорошо. Я вчера стал третьим, по воле Аллаха, альхамдуллях. На следующем турнире тоже буду выступать. Турнир очень хороший. Так, чтобы молодые тоже дальше двигались, очень хорошие турниры делают. Курбан Рагимов, Хамза Нурмагомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости на сегодня. В студии работала Ларьяна Шумхалаева. Всего вам самого доброго и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин